Жарко, да? Ниша. Сегодня день полнолуния и сегодня первый день в Кодируге. Я как-то монашка. Платочку сверху с капюшоном. Так, что завязывать или не завязывать? Отделу капюшон, потому что комары. Комары доедают, а уже полдесятого вечера. Я вам сейчас покажу, что я делаю в это время. Ребята, сейчас по времени двадцать один тридцать. И у меня осталось буквально еще половину работы работать. А по времени мало времени. Минут двадцать и все. И уже стемнее и будет темнота. Поеду мидять комары. Пришлось мені піти домой и одеть штанишки, одеть спортивку. Это у меня рукавички. И докапывать чеснок. Отправила я маму додому. Начали мы с ней спорить. Спорили из-за того, что вона каже, что чеснок надо на Петра Павла. Но вы сами слышали в предыдущем видео, что я еще сказала, что комары работают. Значит, комары уже пошли в работу и уже начались жнива. Уже жнуть, наверное, пшеницу или ячмень. По-моему, ячмень в первую очередь. Напишите в комментариях, кто хорошо знает. Так. И мама каже, что чеснок надо копать на Петра Павла. Это двенадцатого июля. У нас сегодня четвертое июля. Но завтра будет полный месяц. Полный месяц. И два дня. Два дня теки в Козероге. Это сегодня и завтра. Это два дня в Козероге. Также мама сказала, что с понедельника будут дождь. То есть сегодня уже суббота. Это поздняя ночь субботы. Завтра воскресенье. А с понедельника будут дожди. А тут были дожди, влага. Ну, наверное, ой, господи, дня. Наверное, четыре назад или пять был дождь. То есть, если второй раз пьет дождь, пока оно протряхнет, вот, чеснок напьется опять водой. Это для него нехорошо. Надо чеснок, чтобы хотя бы две недели он не пив води. Но я копаю. И земля, вы видите, така влажная. Прямо добре влажная. Копаю я цей чеснок такой лопаткой. Это, как она называется, солдатская лопатка. И, ну, чувствую, что таки воздух пішов. Не чувствую, чтобы таким дождем пахло, но витер такий пішов. Витер, гляди, он нам претензает дождя. Хай идет дождь, дождь надо, но надо мне решить проблему с этим чесноком. Копаю я чеснок, и мне получается, что если вот этой солдатской лопаткой надо копать, если бы штыковая лопата, то можно было бы широко взять и выкопать два корчика. Вот, значит, на каждый чеснок мне приходится вот так заглублять лопату. Вот, не хочу я штыковую, знаю, тяжело переворачивать землю, но было бы один раз. А цей солдатской... Солдатской лопаткой приходится мне вот на каждую головку чеснока прокапывать. Так, по чесноку я, может, завтра вам расскажу, покажу, потому что сейчас спешу хотя бы еще хотя бы еще трошки, но мне еще половину работы. И комарии, чую, начинают спевать мне возле головы. Так, значит, смотрите, чубчик, в чубчику, бачите, еще влажная земля. Заглибление десь вот так. Вот, пускай так будет заглибление, но сантиметров 6. Вот так вот. чеснок. Это чеснок я купаю ярый, который мы садили осенью. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Вот. Это ярый чеснок, который сорт, вам ничего не скажу, потому что я покупала на рынке центральном, просто у людей. Чеснок, он мне просто визуально понравился, красивый, он такой бельосый красивый, понравился. Я его в дегидраторе посушила и оставила себе кушать. И так же на семена. Ну, головки завтра сважу, уже подивимся по видео. Так что, если мне оставить, почему я не оставила цей чеснок и копаю его по ночи, ну, постараюсь еще, наверное, рядка 4 скопать и там еще трошки останется. Если уже пиде дощ, то если там чуть-чуть и даже замокне, ну, то уже все равно 2-3 я работы сделаю. Почему я именно сейчас скопаю и коли и вечер? Во-первых, прохладновато, да, вітер пішов, нема, сонце не пече, це, по-друге, потому что тут открыта площадь, це, по-перше, то есть, по-друге, что цих 2 дня тільки в Козироге, коли луна находится в Козироге, це хорошо, но было бы лучше, если бы, от, было бы на 2-3, на 3-й день после полнолуния был бы Козирог, и тогда было бы хорошо копать цей чеснок, если работать по лунному календарю. У нас уже на 2-й день после полнолуния уже будет водолей, а это самый бесплодный знак, если убирать урожай и оставлять на хранение, но он не будет храниться, это вообще, он вообще нейтральный, и он бесплодный знак. если держать и у нас после водолея иде риба, да, от в рибы можно было бы, Ася, ты чего нявкаешь? Вот в рибы можно было бы и копать, вот воно, наверное, десь бы и припало, потому что водолея там очень много дней, десь дня, дня даже, наверное, четыре, всегда вот что-то такие бесплодные знаки и они больше им дается по природе дней. Дня четыре, потом уже иде риба, от риба, скорее всего, что и попадет на Петра Павла, и было бы хорошо тоже бы убрать, или может там овен, надо тоже будет подавиться по лунному календарю, но, но, а если пиде дощ, понимаете, а если пиде дощ, так что, можно было бы, ну, он будет храниться, цей чеснок, как я его буду хранить, я сниму видео, и вы увидите, вот, подписывайтесь на канал и наблюдайте, как сохранить чеснок, чтобы он у вас сохранился, вот, на протяжении всего года. Буду ли я заплетать косы, или я буду отрезать вот эти вот головки, я вам тоже покажу, и який чеснок я оставлю на семена, а який пустим в переработку, я вам тоже покажу, но вы можете задавать, задавать вопросы, и на ваши вопросы больше открыто можно отснять видео. Вот это такой самый крупный, вот такой самый крупный чеснок. ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и наблюдайте, кому интересно тема про чеснок. Всего вам доброго, спокойной ночи, пока-пока. А я еще трошки попрацюю. За сечкою, да, сенька? Да, моя кисточка? Давай, пішли работать. И я чую, что шумит поезд, вот как сильно, а поезд, это находится от меня еще через речку Бух, еще и через речку Певденный Бух. И там еще до железной дороги. Ну, если на упрошке, не знаю, ну, может, километра 4. И сильно шумит. Бывает, поезд, иди его не слышите. А вот, если перед дождями, очень хорошо слышите, если идет поезд. Все, любители мои, спасибо вам за внимание. А я буду работать вот этой вот солдатской такой лопаткой. А этой лопаткой, наверное, уже лет. Лет очень много. Ну, наверное, лет 50-60 это точно. Надо мамы спросить. Все, любчики мои, всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok